Я честно скажу, я бы жил в Калининграде. Если бы не работа, я бы в Калининграде жил бы. Ирина и Олег познакомились в студенческие годы в родном Калининграде. Девушка училась на химическом факультете, а будущий певец был курсантом высшего инженерного морского училища. Свадьба состоялась в 1975 году, хоть мама Газманова и была против этого союза. Сначала Зинаида Абрамовна считала, что ее сыну нужна другая жена. Однако через много лет Ирина станет для свекрови чуть ли не самым близким человеком. Популярность мужа превратилась для Ирины в настоящее испытание. Статус звездной жены был для нее мучением. Друг семьи Александр Пачин рассказал, что постоянные звонки поклонниц, письма с угрозами, длительные гастроли мужа вызывали у женщины совсем не ревность, а хандру и усталость. Поженились молодые люди в 1975 году и прожили вместе 22 года. Срок довольно большой. В то время как Олег распевал про эскадрон и морячку, Ирина переживала. Повышенное внимание поклонниц, а разъезды по гастролям, ненормированные графики, постоянный рост популярности супруга беспокоили ее. К тому же звездой стал не только муж, но и сын. В середине 1980-х песня о Люси, которую исполнял шестилетний Родион, оказалась всенародным хитом. Клип на композицию героини, которая стала домашняя собака Газмановых по кличке Корби, попал в эфир центрального телевидения, и голосистый сын Ирины стал считаться чуть ли не вундеркиндом. Родион выступал с отцом на концертах, и их совместный выход на сцену каждый раз сорвал овации. В это время Ирина делала все, чтобы повышенное внимание не вскружило ребенку голову. Она следила, чтобы сын занимался спортом, изучал иностранные языки и занимался в музыкальной школе. Последнюю, к слову сказать, Родион не окончил, а после того, как в подростковом возрасте у него стал ломаться голос, оставил занятия музыкой. Тем временем в личной жизни его родителей наступил окончательный разлад. Олег познакомился с Мариной Муравьевой, женой Вячеслава Мавроди. Когда в жизни Олега Казманова ворвалась слава, с нею и деньги, и новые желания, и возможности, тогда в его жизни появилась и новая женщина. Молодая и красивая Марина, ныне супруга Олега, младше его на 18 лет. Сначала певец пытался сохранить видимость семейной жизни с Ириной, а потом ушел к новой возлюбленной. Марина – жена фактически с декабря 1997 года, хотя зарегистрировали брак 15 июля 2003 года. Марина Анатольевна Муравьева-Газманова. Родилась 11 марта 1969 года, сейчас ей 54 года. К слову, самому Олегу Казманову уже 72 года. Казманов посвятил ей песни «Моя любовь, единственная моя». Она экономист, окончила Воронежский государственный университет. Еще будучи студенткой, снялась в рекламе торговой фирмы. Защитив диплом, стала в ней коммерческим директором. Дружила с Потаниным, Прохоровым, Касьяновым. Первый муж – Вячеслав Мавроди. В 1997 году Вячеслава осудили. Они развелись и из роддома Марину сыном забирал уже Олег Газманов. Приемный сын Филипп родился 29 ноября 1997 года. Биологический сын Вячеслава Мавроди. Бывший участник группы «Непоседы». Учился в Великобритании. Сейчас занимается своим бизнесом. Дочь Марьяна родилась 16 декабря 2003 года. Олег посвятил ей песню «Доча». Юморист Олег Шифрин считает себя четвероюродным братом Олега, но сам Газманов опровергает эту информацию. Ирина болезненно перенесла развод. У нее наступила длительная депрессия. Уход мужа стал для Ирины ударом, от которого она не сразу оправилась. Несмотря на предательство мужа, женщина не опустилась до выноса семейного дела на публику. Во время замужества Ирина много лет нигде не работала, полностью отдала себя заботам о муже и сыне. Теперь оказалась в растерянности. Не знала, как строить новую жизнь, замкнула себе. 16-летний сын Родион остался с мамой, и она всю душу вложила в его воспитании. Первая семья певца материально ни в чем не нуждалась. Газманов оставил им все имущество и финансово поддерживал. На протяжении 25 лет артист ежемесячно переводил бывшей жене 3000 долларов. По иронии судьбы, именно первая жена Олега Газманова ухаживала за его больной мамой. После развода Ирина сблизилась со свекровью и, когда та слегла с инсультом, часто приезжала из Москвы в Калининград, чтобы быть рядом. Певец щедро оплачивал услуги сиделок, но Ирина дарила Зинаиде Абрамовне любовь и нежность, которые не могли обеспечить наемные санитарки. Ирина и ее сестра Наталья были рядом с пожилой женщиной до ее последнего мгновения, а потом занимались организацией похорон. Несколько лет назад Ирина вернулась в Калининград. В родном городе первая жена Газманова купила дом. Родион ежегодно поздравляет маму с днем рождения и днем матери, но при этом публикует один и тот же снимок. Он отзывается об Ирине как о человеке, присутствие которого постоянно ощущает в своей судьбе. Мама безоговорочно поддерживает его во всех начинаниях. В 2020 году Родион Газманов показал подписчикам архивную фотографию, на которой молодая Ирина держит его совсем маленького на руках. Поклонники отметили впечатляющее сходство мамы и сына. У Ирины добротный дом в пригороде Калининграда. Сейчас Ирине 72 года, а в марте будет все 73. Их сыну Родиону уже 42. В свои годы она удивляет интеллигентной красотой и стройной фигурой. По некоторым данным, Ирина Газманова больше не выходила замуж. В интервью Лере Кудрявцевой Родион рассказал, что мама хоть и мечтает о внуках, но слишком требовательно относится к тем девушкам, с которыми он ее знакомит. Впрочем, и сам Газманов-младший пока не готов создавать семью. Слишком тяжело он переживал развод родителей. Интересные факты. Ирина Павловна росла вместе с сестрой-двойняшкой Екатериной. Экс-супруга певца не сменила фамилию после развода и осталась Газмановой. Пожелаем Ирине счастья и всего наилучшего!